Всем привет, друзья, с вами Леар, сегодня мы будем читать комикс World of Warcraft Battle for the Road, в котором нам расскажут про трёх сестёр, Верису, Аллерию и Сильвану. Может быть вы знакомы только с Сильваной, потому что из всех трёх лишь она присутствовала в третьем Варкрафте, поэтому этот комикс очень хорош для того, чтобы познакомиться с этими двумя сёстрами. Он называется Ветрокрылые три сестры. Комикс будет полностью цветным. Всем нам хочется иметь дом, любящую семью, быть её частью. Вот они стоят, смотрят на закат, на море. Возможно вы подумаете, что прошлое у Сильваны было самое тяжёлое из этих трёх девушек, потому что её мучил Артас, и она, ну и также другие жители Кельталаса, стали нежитью. Но на самом-то деле нет, не только у неё всё самое тяжёлое. У двух других сестёр не лучше. У них тоже много чего плохого приключилось в жизни. И, возможно, в этом комиксе они нам что-нибудь дорасскажут. Рисовка здесь довольно хорошая. Имеются мелкие детали, если вот так посмотреть. Сестра Тени Штормград Несколькими часами ранее Похоже, получилось, но нос Кажется, не удался, как считаешь? Говорит Туральон Это её любимый С которым она отправлялась в путешествие И сражалась с легионом демонов Нам пора, Туральон Я должна вновь увидеть родные края Ну, вот посмотрите Рисовка брони, доспехов Очень хорошо Очень хороша здесь сделана Мелкие детали, такие как вот эти вот всякие амулетики Наплечники Красиво всё это прорисовано Но лица Не совсем получаются Потому что нос у него Не совсем в ту сторону прорисован Вот как бы глаза смотрят туда Да, на статую А нос Немного влево уходит Но не будем к этому придираться Потому что, сами понимаете Лица рисовать очень сложно Особенно, когда ты рисуешь комиксы Каждый кадр приходится Чётко прорисовывать Когда ты комикса делаешь И это очень сложно Сами понимаете Пусть Сильвана расскажет Как ей досталась мантия вождя Поскольку комикс это Battle for the road А начинается Битва за the road С того, что Сильвана Становится вождём Если вы Знаете Ну, то есть Если вы знакомы с World of Warcraft Вы должны знать после чего Она стала вождём После смерти Волджина Гулдан Призывает Огромную там Армию демонов Их просто Полчища Было Сильвана Приказывает Своим лучникам Отступать Из-за этого Погибает король Вариан Рин Ну, это можно посмотреть В ролике Если что Отступает до Сильвана Потому что Волджина Ранили Вот Они В Огримар Отъезжают Отлетают Точнее И Раненый Волджин Говорит Сильвана Подойди ко мне Теперь ты становишься Вождём Я всё-таки думаю Что надо Предупредить Андуина Это его не касается Он король Штормграда Алерия А ты Идёшь Навстречу С вождём Орды И после Смерти Короля Вариана Как бы Титул Короля Перешёл К его Сыну Это моё Личное Дело И к политике Отношения Не имеет Ну и Как видите Сестра Не стала Говорить Королю Новому Королю Альянса Ну не Королю Альянса Точнее А Королю Штормграда Что Она Идёт Встречаться С Сильваной Он Не должен Этого Знать Потому что Вдруг Её Ещё Посчитали Б Предательницей Ещё Мне тут Не совсем Нравится То что У него Короткая Рукоять Меча Надо было Чуть-чуть Подлиннее Её Делать Он Тут Знаете Из-за Носа Мне кажется На Гнома Почему-то Больше Похож Я Должна Понять Есть Есть Ли У меня Семья Есть До Самого Последнего Вздоха Я Вот Она Говорит Мне Хочется Понять Моя Семья То есть Мои Сёстры Они Для меня Всё ещё Сёстры То есть Они Со мной Или Я Теперь Одна Он Говорит Есть У тебя Есть Я То есть Я Твой Любимый А Она Говорит Ты Понимаешь Что Я Говорю Не Про Тебя А Про С Сестёр Ты Знаешь О чём Я Из Нашего Поколения Ветрокрылых Остались Лишь Мы Трое Я Должна Понять Остались Ли Мы Сёстрами И Ты Ты Не Согласишься Взять Меня С 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 Я Хочу Увидеть Места Где Я Родилась И Вернуть Шпиль Ветрокрылых Что Облюбовала Нежить Твоё Присутствие Будет Отвлекать Но Она Специально Его Не Берёт Потому Что Она Хочет Поговорить С Сестрами Сами Понимаете Его Присутствие Оно Будет Там Лишним Тем Более Сестры Ну Не Будут Говорить О Таких Вещах При Этом Мужике Скажем Так Пускай Это Будет Девишник Эльфийский Девишник Если Вериса Говорит Правду О Тёмной Госпоже То Тебе Понадобится Сила Света Не Волнуйся Я Знакома С Тьмой Гораздо Ближе Чем Моя Сестрёнка Надеюсь Вериса Ошибается Насчёт Глубины Падения Сильваны Кстати Да Если Кто-то Не знал То У Алерии У неё Тоже Есть Своя Тьма И Скоро Вы Об этом Узнаете Ах Так И знал Что Ты Его Наденешь Мне Пора Они Наверное Заждались Она Надевает Вот такой Вот Кристалл Камень Недостаточно Докажи Свою Любовь Убей Его И освободи От Проклятия Света Не Протився Поддайся И стань Одним Целым С нами Ты Лишь Оттягиваешь Неизбежное Этот Голос Пустоты Говорит С ней Он Он Постоянно Звучит У нее В голове Заставляя Убивать Его Он Служитель Света Потому Что Он Верит В свет Если Я Не Вернусь Он Же Ее Любит Ну И Она Как Б Его Любит Как Бы Если Я Не Вернусь Скажи Оратору Я Скажу Нашему Сыну Что Ты Любишь Его Не Беспокойся Я Тоже Об Этом Не Забуду Будь Осторожна Алерия И Возвращайся Скорее Сестра Скорби Мама Зачем Тебе Туда Ити Почему Бы Моим Тетям Не Отправиться В Даларан Самим Боюсь Что Сейчас По-другому Никак Не Получится Мой Дорогой Герамар Мы С Сестрами Посетим Наш Старый Дом Это Ее Сыновья Шпиль Ветрокрылых Да Значит Мы Снова Станем Одной Семьей Это Было Бы Чудесно Но Не Стоит Преждевременно Обнадеживать Себя Вы Наверное Спросите Почему У Ее Сыновей Рыжие Волосы А у нее Самой Такие Серые Пепельные Все знают Что Тетя Сильвана Злодейка Она же Стала Вождем Орды И правит Теми Кто убил Отца Блин Это так мило Называть Сильвану Тетей Вот Представляете Если бы Сильвана Оказалась Здесь Возле Двух Этих Мальчиков И они Такие Тетя Сильвана Здравствуй Чтобы Почувствовала Сильвана В этот Момент Ей бы На Душе На сердце Стало Мягче От этого Что Какие-то Два Маленьких Эльфа Называют Ее Тетей Наверное Ей бы Стало Приятнее Я Не знаю Не Стоит Называть Других Злодеями Голодин Иначе Они Захотят Тебе Показать Насколько Плохими Они Могут Быть На самом Деле А Насколько Хорошей Может Быть Нежить Довольно Вы же Братья Однажды Наступит День Хоть Я надеюсь Что Это Случится Нескоро Когда На Всем Свете У вас Никого Не Останется Кроме Друг Друга Так Станьте Настоящими Соратниками Как мы С сестрами Были Когда-то Я готов Если Он Согласен Хорошо И Ей Открывают Портал Чтобы Телепортироваться В родные Края Они Тут Знаете Больше На Хоббитов Похоже Ну просто Тут Голова Такая Большая Нарисована Им На Нашем Любимом Месте Завтра В Полдень А А это То есть Алерия Леса Вечной Песни Так Красиво На самом Деле Такие Красивые Деревья Вообще Когда Играешь В World of Warcraft И Гуляешь По этим Лесам Вечной Песни Они Там Очень Красивые Те Кто Играл Со мной Согласятся Открывается Этот Темный Портал И Снова Здравствуй Маленькая Луна Она Называет Ее Маленькой Потому что Это Девушка Велиса Она Младшая Сестра Кому Как не тебе Быть Леди Солнцем С такими Золотыми Волосами Я Больше Не Солнце Говорит Она Она Хотела Положить Как бы Ей на плечо Руку Но Алерия Отталкивает Ее руку Видите Да Она Такая Хоп Не делай Такого Не прикасайся Ко мне Она Называет Ее Луной Из-за Пепельных Волос А Солнцем Из-за Золотых Волос Но Почему Она Сказала Что Она Больше Не Солнце Потому что Внутри Нее Теперь Живет Тьма Пустота Поэтому Она Уже Не Солнце Она Тьма Твои слова Обеспокоили Меня Сестра Но Это Место Кажется Осталось Прежним Это Место Да Порча Не Затронула Его Здесь Деревья Остались Прежними А Так Порча Нежити Она Все Портит Все Уничтожает Все Губит В третьем Варкрафте Это очень Хорошо Все Показано Когда-то Все мы Были Такими Ж Бездна Трон Луна Света Твой По праву Так Возьми Жи Его Отдай Ее Нам Отдай Ее Нам Или Его Нам Тут Наверное Было Написано Его Типа Отдай Его Трон Луна Света А Или Ее Сестру То есть Она Слаба Но Мы Наполним Ее Существование Смыслом Я держу Ее В узде Мне удалось Заглушить Голоса И научиться Пропускать Ложь Мимо ушей Даже в такие Моменты Как сейчас Вот она Разговаривает С этой Пустотой Из бездны Как ты Справилась Благодаря Любви К Оратору Он Мой Якорь Вериса И то Что ты Делала Ради него И ради Меня В мое Отсутствие Он Был Истинным Благословением В нашем Доме Наставником Для моих Мальчиков Он помог Им стать Якорями И для меня Когда-то И мне Грозила Опасность Провалиться Во тьму Расскажи Я стыжусь Но Когда Горош Адский Крик Уничтожил Терамор Мой Возлюбленный Ронин Погиб Я потеряла Рассудок От горя Поддавшись Ярости Я стала Уязвима Мы Сильваной Встретились На суде Над горошем Горечь Утрат И ненависть К этому Монстру Сблизили Нас Мы Тайно Встретились Это Она Вспоминает Что Случилось Тогда В те Страшные Дни Видите Я говорил То что Не только С Сильваной Было Много Чего Плохого Но Алерия Кстати Не рассказала Про себя Алерия Тут не Рассказала Как она Встретила Своего Возлюбленного Сильвана Сильвана Хотела Убить Его Я была Вне Себя От горя И согласилась Помочь Ей Сильвана Дает Яд Что Вериса И делает Она Подсыпает Яд Не подсыпает Точнее А подливает Яд В пищу Еда Гороша Отравлена Я думаю Ты сумеешь Воспользоваться Этим Знанием Или нет Это делает Не она А нет Это как раз Она и сделала Но потом Опомнилась Мысль О сыновьях Заставила Меня Опомниться Я решила Не убивать Гороша И предпочла Жизни Сильваны Подгороде Своих детей Сильвана Всегда Была Своенравной Но теперь Ее волю Питает Самотемная Сила Поначалу Она хотела Убить Но потом Решила Что так Делать Не надо Но раз Ты вернулась То все Возможно Сложится Иначе Может Мы начнем Заново Это место Вселяет В меня Надежду Это их Воспоминания Если что Вот эти Три девушки Столько Счастливых Деньков Мы Проводили Здесь Помнишь Как нам Игра Ули Рат Это вот Они Втроем И Вот это Вот Третья Которая Справа Находится Это Сильвана Как раз Это Они Танцуют Под музыку Вот Такой Вот Была Раньше Сильвана Мы Мы Любили Танцевать Друг С Другом Бериса И Алерия Берутся За руки И Тут Неожиданно Появляется Сильвана И Тоже Хватает За руки Своих Сестер Сестра Смерти Отчего Сестры Пугаются Сильвана Говорит Кажется Раньше Ты Была Не Столь Пугливой Она Опасна Она Угроза С которой Нужно Разделаться Берегись Ее Она Жаждет Смерти Всему Живому Всему Сущему Устрани Угрозу Убей Ее Убей Ее Спаси Себя Убив Ее Спаси Мир Убив Ее Во что Же Она Превратилась У тебя Просто Руки Ледяные Вот И Все Здравствуй Леди Луна Добро Пожаловать Домой Алерия Уже Не Надеялась Тебя Увидеть И Ты Вериса Не Ожидала Что Ты Снова Явишься Здешние Места Не Сильно Изменились Ты Еще Не Все Видела Все Меняется Стоит Лишь Прогуляться Подальше Идем Ох Это Наш Дом Я ушла Чтобы Защитить Это И вот Они Прошли Чуть Подальше И Что же Они Увидели Они Увидели Порчу Которая Охватила Здешние Места Огромные Полчища Вурдалаков Призраков Разных И Вся Земля Она Охвачена Чумой И Форчей Кто Же Это Натворил Артас Минетил Или Тот Монстр Которого Он Превратился И Его Армия Плети Они Всему Виной Вот Эти Вот Фордалаки Так Давайте Займемся Тем Зачем Собрались И Расчистим Путь К Шпилю И Девушки Хватаются За Свои Луки Начинают Расстреливать Бедных Вурдалаков Которые Даже Не Успевают За Ними Погнаться Ну Понятное Дело У Вурдалаков 15 Левел У девушек 90 Что Они С Ними Сделают Долгая Война С Легионом Отточила Твои Навыки Алерия Ты Сражаешься Даже Лучше Чем Раньше И Тебя Не Сломила Смерть Сильвана Ты Тоже Стала Сильней Даже Не Представляешь Насколько Кроме Того Став Нежитью Ты Получаешь Некоторые Преимущества Она Щелкает Пальцами Что Это За Создание До Шпиля Путь Неблизкий Вы Же Не Хотите Идти Пешком Так Забавно Да Только Стоило Ей Щелкнуть Пальцами Сразу Подъезжает Три Мертвых Коня Которые Где-то Сидели В кустах Ну то есть Это все Было Задумано Сильвана Уже Готовилась К тому Что Сестры Придут И Будут Рядом Девушки Даже Не Заподозрили Никакого Подвоха Поехали Говорит Младшая Сестра Сыграем Кавигру Сестры Помните Две Правды И Ложь Каждая Из нас Говорит Три Вещи Но Лишь Две Правды Мы Помним Добавим Ко Новое Правило Ложь Откроется Лишь После Того Как Мы Очистим Шпиль Ветрокрылых Сев На Мертвых Коней Они Поехали К Шпилю Но Вот Интересно Девушки Не Побоялись Сесть На Мертвого Коня Начнем С Тебя Алерия В Конце Ты Старшая Хорошо Для Начала Я Очень По Вам Скучала Второе Сила Бездны Это Невероятный Но Ужасающий Дар Разве Древний Древний Древние Наверное Разве Древние Нам Не Друзья Когда То Были Но Теперь Они Не Желают Ни С Кем Дружить А Древние Имеется Ввиду Вот Эти Древние Не Сразу Понял То Что Тут Вот Этих Древних Речь Идет Если Кто Не Понял Кто Такие Древние Это Живые Деревья Древние Они Из-за Порчи Сошли С ума Деревья Они Изменились Испортились Эти Деревья Стали Ядовитыми Чумными Поэтому Они Убивают Всех Живых Которые Появляются В этих Лесах Вот Кстати Сила Этой Сестры Она Вот Так Вот Может Быстро Перемещаться А что Осталось Последним Алерия Последнее Я не Жалею Что Прошла Сквозь Темный Портал Много Лет Назад Как Думаете В чем Она Соврала То Что Скучала По Своим Сестрам Насчет Силы Бездны Или Насчет Портала Ну Что Узнаем Потом Неплохо Сказано Алерия Твой Черед Младшая Сестренка Хорошо Во-первых Я верю В будущее Эльфов Крови И считаю Что они Искупят Вину Хм Им не требуется Искупление Тише Призрачные Земли Во-вторых Я наконец Смирилась Со смертью Моего Любимого Ранина А последнее Я боюсь Вновь Потерять Вас Обеих Навсегда Очень Мило Теперь Моя Очередь Во-первых Мне порой Хотелось Снова Оказаться Живой Во-вторых Я горжусь Что Стала Вождем Орды Тут Надо С гордостью Говорить Я горжусь Что Стала Вождем Орды Это Это же Деревня Золотистой Дымки Я не хочу Туда Это призраки Тех Кого мы Когда-то Знали Поедем Быстро Но Ты еще Не закончила Сильвана Напоследок Скажу Что Никогда Не предам Вас Сестры Где же Сильвана Соврала Как думаете В том То что Хотела Стать Живой В том То что Хотела Вернее В том То что Гордиться Насчет Вождя Орды Или В том То что Не предаст Своих Сестер Мне кажется Насчет Рисовки Чего-то Не хватает Вот В таких Вот картинках Надо было Звезд Больше В небе Сделать А так Еще раз Повторюсь Рисовка Довольно Хорошая Но Мелких Деталей Вот тут Например Не хватает А что Вы скажете Насчет Рисовки Вам Вот такая Рисовка В комиксах Нравится Так 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 Не Вернее Так Как Ты Не Предала Верису Подговорив Ее Убить Гороша Адского Крика Значит Маленькая Луна Представила Такую Версию Событий Расскажи-ка Ей Кто Все Задумал Вериса Кто Кого Уговаривал Кто Подсыпал Яд В еду Гороша И Кто Бросил Меня Бесчисленное Множество Жизней Было Бы Спасено Убеймой Гороша Нам Бы Возможно Не Пришлось Вновь Сражаться С Легионом Если Бы Она Не Струсила И Тут Она Превращается В Банши Самое Интересное То Что Они Сражаются Здесь Вот С этими Призраками Которые Охраняют Мост Но Призраки Они Как живые У них Кровь Либо Это Живые Кровавые Эльфы Не Совсем Понятно Вначале Они Сказали Это Деревня Золотистой Дымки Да Это Призраки Тех Кого Мы Когда-то Знали Вот Это Вот Имеется Ввиду Наверное Но Почему Они Как Живые Почему Они Тут Убивают Живых Вот Этот Кадр Еще Эпичен Где Она Превращается В Банши Красиво Нарисовано И Смотрите Что Она Делает С Этим Эльфом Она Просто Вырывает Из Него Кишки Это Офигенно Кстати Этот Комикс Детский Да Но Обычно В детских Комиксах Такое Не рисуют Такое Бывает Только В В Взрослых Комиксах 18 Плюс Странно Что Это Допустили Она Просто Левой Рукой Кишки Ему Выдрала Это Жестко Она Неестественна Она Неправильна Она Служит Врагу Убей Ее Сейчас Же Убей Убей Уничтож Ее И Скорее Забери То Что Нужно Та Сильвана Которую Я Любила Мертва Осталось Лишь Гадкое Нелепое Подобие Моей Сестры Говорит Алерия И вот Смотрите Такая Сила Есть У Алерии Вот Ее Настоящая Сила Которую Она Получила С помощью Бездны Когда Она Ее Активирует Она Синеет Это Сила Бездны Это Сильвана Банши Она Становится Такой А Алерия Вот Такой Они Как Видите Спорят Разговаривают Между Собой А Вот Про Каких Призраков Они Говорили Призраки Тут Просто Сидят Читают Книжку Значит Призраки Книжки Тут Читают Не Обращают На них Внимания Пока Эти Спорят Да Классная Картинка Я Я Была Невластна Над Собой Ой Вернее Я Была Невластна Над Своей Судьбой Но Ты Сестра Ты Бросила Своего Сына Ты Бросила Нашего Брата Ты Бросила Нас А Теперь Ты Вернулась Став Лишь Вместилищем Силы Бездны Ты Лишь Тень Настоящей Алерии Отвратительное Чудовище И ты Называешь Чудовищем Меня Разве Не так Не твою Ли Сущность Изменила Вернее Исказила Падшая Наару Прекратите Вас Обеих Не было Когда я В вас Нуждалась Я думала Что вы Мертвы Вы Хоть Представляете Каково Мне Было Да Наверное Вериса Она Тут Единственная Самая Нормальная Вы Были Для Меня Примером Мы Столь Многого Лишились Неужели Мы Должны Потерять Все Опять Поэтому Она Не хочет Чтобы Сестры Передрались Она Хочет Быть Вместе Вот Вериса Самая Нормальная Она Самая Спокойная Она Не Превратилась Она Осталась Такой же Такой же Какой И была С самого Начала Когда еще Существовал Кельталас Она Успокаивает Своих Сестер Чтобы Они Не дрались Чтобы Нас Не связывало Сейчас Этот Шпиль Наш Дом Так Давайте Очистим Его А потом Поговорим О Правде И Лжи Чтобы Мы Не Спорили Чтобы Не Ругались Хочет Вериса Чтобы Мы Всегда Были Вместе Насчет Призраков Призраки Они Тут Существуют С того Самого Момента Как Армия Артаса Их Поубивала То есть Уже Огромное Количество Лет Они Тут Все Сидят Ходят Не Могут Найти Своё Место Своё Призвание Шпиль Ветрокрылых Вот Эти Вот Эльфы У них Видите Серая Кожа Я так Понимаю Это Все Так Не Живые Эльфы Это Мертвецы Типа Отрекшихся Каких Но Вот Эти С которыми Они здесь Сражаются У них Кожа Не Серая Поэтому Я Не Совсем Понимаю Кто Это Так Ладно Пора Закончить Игру Я Буду Первый Я Действительно Считаю Что Синдарай Покаются В Содеянном И Вернутся В Альянс И Я Боюсь Вас Потерять Неправда И Было То Что Я Смирилась Со Смертью Ронина Сыновья Напоминают Мне О нем Каждый День Я Завидую Вам С Туролеона Малерия Ну То Е Она Хочет Чтобы Эльфы Крови Вернее Вообще Не Только Они А Все Эльфы Высшие Эльфы Вернулись В Альянс Которые В Доларане Находятся Скорее Всего Она Имеет Ввиду Их Да Со Смертью Своего Любимого Она Вообще Не Смирилась Она О нем Часто Вспоминает И Если Бы Была Возможность Его Воскресить Она Бы Его С радостью Воскресила Наверное Даже Подняла Как Мертвеца Как Нежить Я Думаю Хотя Она Это Отрисает Я Завидую Вам С Туролеоном Алерия Потому что Она Его Очень Сильно Любила В этом Комиксе Вот Это Уже Много Раз Было Сказано Потому что Она Завидует Своей Сестре Насчет Любви Хотя Сама Алерия Вот Что она Скажет Насчет Этого Не надо Говорит Алерия Произошло Слишком Многое И я Сомневаюсь Что нам Удастся Сохранить Нашу Любовь Видите Что она Говорит Да Даже Вначале Она Немного Оттолкнула Туролеона Что уже Показывает Насчет Того Что Любовь Для нее Не столь Важна Не главное И тут Она еще Это говорит Не думаю Что мне Получится Любовь Сохранить Хотя Казалось бы Почему Туролеон Я не Врала Что Скучала По Вам И Что Не Жалею О Времени Проведенному Вдали От Азерота Не Правда То Что Сила Бездны Это Дар Это Не Так Мне Приходится Постоянно Бороться Но Я Не Проиграю Возможно Именно Из-за Бездны Ей Сложно Сохранять Любовь Потому Что Бездна Говорит Ей Убей Туролеона Потому Что Туролеон Верен Свету И Ты Должна Его Убить Твой Черед Сестра Нет По Моему На Сегодня Хватит А Сильвана Говорит Ничего Не Хочет Она Свои Тайны Хочет Сохранить И Пока Они Шли К Этому Шпилю К Башне Ветрокрылых Они Все Время Видели Свои Воспоминания Они Видели Себя В Молодости Какими Они Были Раньше Что Ж Храни И Дальше Свои Тайны Сильвана Здесь Нам Больше Делать Нечего Но Лерат Он БЫ Хотел Чтобы Мы Попытались Все Исправить Тысячу Лет Я Боролась Надеясь Что Когда Нибудь Вернусь К Своей Семье Но Моя Семья Разрушилась И Здесь И В Штормграде Алерия Снимает Кулончик И Отдает Вот Этим Воспоминаниям Но Не Только Она Еще И Другие Сестры Идем Вериса Нам Пора Подожди Немного Я Кое-что Должна Сказать Сильване Семья 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 Заплакала Вспоминаниях Вспоминая Семья Вспоминаниях Я Я Семья Я Не Решила Не Решилась Это Семья Это Все Зря Надо Было Уничтожить Ее Теперь Слишком Поздно Ты Пожертвовала Величием Ради Фальшивых Сантиментов Они Бросят Тебя Ты Увидишь Как Она Заберет Их К себе А это Бездна Говорит Алерия Это Вот Темная Бездна Говорит В голове У Алерии Нет Они Я Заберу Их Исполненные Горечи Жизни Позже А Это Вот Уже Сильвана Ей Скорее Всего Говорит Странно Что Вот Эта Часть Вот Эти Слова Они Тут Написаны Они Здесь В конце Концов Они Будут Служить Смерти Они Будут Служить Мне Ну Алерия И Велиса Вернулись Домой То Есть Вот Сестры Таки Видите Ничего Плохого Не Произошло Все Таки Мы Вернулись Они же Мои Сестры Сильвана Наша Сестра Поэтому Она Нас Не Убила Мы Нормально Разговаривали Нормально Пообщались И Поэтому Мы Здесь Вернулись Обратно Велиса Говорит Своим Сыновьям Видите Тетя Сильвана Добрая Она Подходит К этим Коням И Отключает Заклинание Отчего Коняшки Рассыпаются На косточки Я Еще Вначале Говорил Это Очень Подозрительно Что Она Просто Щелкнула Пальцами И Три Коняшки Откуда Не Возьмись Появляются Ну то есть Просто взяли Прискакали Как будто Это все Было Запланировано Я говорил Это какая-то Засада Которую Сильвана Спланировала Придумала Заранее Они будут Служить Мне Они будут Служить Сильване Тут она Имеет ввиду Они же Все равно Когда-нибудь Умрут Значит Я их Просто Воскрешу И они Будут Со мной Мои Сестры Будут Моими Слугами Я их Сейчас Убивать Не буду Они умрут Сами по себе Вот что Имеется ввиду Возможно Как бы Вы подумаете Что Сильвана В этом комиксе Плохой персонаж Потому что Она хотела Их убить Поначалу Но Она Их не убила Она Не лишилась Она Своих сестер Любит Все таки Она Хоть и нежить Хоть и мертвец У Который Как бы Холодное сердце Но К своим Сестрам Она Все таки Испытывает Добрые чувства Это хорошо Показано В этом комиксе Она Их Убивать Не стала Она Как бы Отмазывается Тем Зачем Мне их Убивать Они Все равно Сами умрут Верно Верно Хоть В World of Warcraft Ее сделали Как бы Таким Отрицательным Плохим персонажем Но здесь Она Добрая Ладно Что ж Этот комикс Мы с вами Прочитали Надеюсь Он вам Понравился Он Очень Такой Красивый Интересный В нем Немного Так Рассказывается Про Прошлое Вот этих Вот Девушек Про Сильвану Здесь Вообще Толком Ничего Не Сказано Тут Больше Рассказывается Про Двух Других Сестер Про Верису И Аллерию Ладно Давайте В следующий Раз Прочитаем Про Еще Какие Нибудь Комиксы В World of Warcraft А на этом Всем До встречи Всем пока С вами был Леар Ставьте лайки Подписывайтесь Если вы Любите Как я читаю Комиксы